Программа переселения идет полным ходом в Южной Якутии. В Серебряном Бору жители ждут, когда введут в эксплуатацию новые дома. Ведь проживание в аварийном жилье больше похоже на выживание. Подробности в материале наших корреспондентов. Любовь Никитина проживает в Серебряном Боре с 1977 года. Она, как и многие другие специалисты, приехала на большую стройку в Южную Якутию. Жилье, в котором она проживает более четверти века, ей выделили в первой очереди. За всей красотой и ухоженностью двора скрывается аварийный и опасный дом. Страшно, ну а куда нам деться? Ждем стройки новой. Любовь Никитина работает недалеко от строящихся домов, которые по федеральной программе переселения возводит компания «Рост». Каждый день женщина наблюдает за тем, как рабочие строят новые дома. И ждет с большой надеждой, когда деревяшек на карте любимого поселка вовсе не останется. А вместо них будут каменные современные постройки. Которые мы ждали эту стройку и наконец-то дождались. И мы очень рады, что такая стройка наконец-то в нашем поселке строится. План застройки поселка предусматривает не просто строительство домов. Это целый жилой комплекс с инфраструктурой и благоустройством. Компания «Рост» до конца года закончит первый этап строительства. 11 многоквартирных домов. 400 семей получат долгожданное комфортное жилье. В список новоселов включена и героиня нашего сюжета. Прилагаем все усилия, что люди перейдут в теплое, комфортное новое жилье. По количеству сотрудников, единиц техники и материалов по объектам. Нас все хватает. Переезжаем график работ по заливкам. Сделаем все возможное, что у нас требуется. Люди перейдут в 100%. На примере поселка Серебряный Бор и деятельности группы компании «Рост» отчетливо видно действие федеральной программы переселения в Реале. Итоговый результат действия программы в Серебряном Бору мы увидим уже буквально через два года, когда потребность в жилье его жителей будет полностью удовлетворена. А территория поселка станет благоустроенной. Надежда Акимова, Дмитрий Горбов, НВК «Саханерюнгре». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова